Юлия, насколько остро в вашей компании стоял вопрос с наличными? — Знаете, доля наличных больше 50% у нас и, конечно, в наших офисах продаж, то есть регулярность инкассации, неравномерность каких-то приходов, они ставили эти вопросы от бизнеса постоянно. Поэтому мы как бы задались целью, то есть как мы проблемы, которые возникают у нас в бизнесе, можем решать. — И какие вы решения технологические сейчас используете? — Ну, как у всех, классическая инкассация, конечно, у нас есть. Вот тема ADM, которая уже давно существует на рынке, и когда-то это было ноу-хау, то есть, в принципе, мы понимали, что это решение наших вопросов. Допустим, мы осуществляем не только продажи, но и сервис, и когда клиент приносит, я не знаю, погашение кредита или какой-то денежный перевод, то эти вещи очень трудно планировать. Соответственно, вот когда есть ADM, и ты понимаешь, что эти деньги останутся в сохранности, это абсолютно хорошее решение, которое для нас подходит. — Как давно вы эту технологию у себя используете? — Ну, в компании РТК, то есть это дочерняя компания МТС, мы внедряем этот проект с прошлого года. Конечно, останавливали какие-то вещи, связанные с пандемией, то есть, ну, наверное, быстрее могли бы это все сделать. Трудности, которые вот с внедрением связаны, это то, что у нас очень много офисов продаж находится в торговых центрах, и согласовать это с арендодателями, разместить это правильно, то есть, на это уходит довольно-таки длительный период времени. То есть, установка самой машины, это очень быстро, то есть, ребята приезжают и подключают, но все эти организационные моменты у нас занимают довольно-таки много времени. — А имеется в виду какие моменты? То есть, физически занести эту машину? — Ну, согласовать, что ее можно использовать, найти место подключения, понять, что у тебя там достаточно крепкие полы, чтобы она встала, не везде есть подсобки, куда это можно поставить, то есть, понять, какой тебе нужен правильный размер и так далее. То есть, это какие-то такие вещи, которые, ну, по сути, мы внутри себя решаем, и как только эти вопросы решены, то как бы подключается АДМ и все начинает работать. — С точки зрения внедрения именно как персонал к этому относится, как правило, все нововведения, вот, линейным персоналом зачастую, это многие ритейлеры жалуются, как-то принимаются так, ну, скажем так, либо с недоверием, либо с отторжением. Как вы с этим боролись? — Вообще везде ритейл или одно и то же. Конечно, время привыкания какое-то мы понимаем, что первый месяц, первый месяц, особенно, когда это были первые машины, то есть, ребята просто боялись ее, боялись подходить. То есть, ну, показывали какие-то кейсы, как это использовать, отправляли такие очень доступные инструкции, говорили, не страшно ошибиться. Ну, наверное, месяц-полтора происходит привыкание, и потом начинают идти уже положительные отзывы. Вот где-то, наверное, так. — Ну, как я понимаю, вот эта самая машина, то есть, это не просто, условно говоря, банкомат, это какой-то такой комплекс услуг, который, помимо того, что он деньги хранит, забирает, он еще что-то может делать. Какие вы еще используете функции? — Ну, для персонала это просто аппарат, куда можно положить деньги. То есть, для них это ровно это. С точки зрения уже финансов, то есть, мы понимаем, что мы получаем свою выручку очень быстро, то есть, день-день. То есть, не ждем, пока это будет зачислено, привезено и так далее. То есть, остальные аспекты, они касаются уже, наверное, таких не бизнес-сфер, а финансовых сфер. Для человека в офисе продаж или там в магазине это просто ящик, куда надо положить деньги. Причем тогда, когда им удобно это сделать. — Вот положить могут, когда удобно, а забирают как часто, как это выстроено? — Здесь это уже как бы регулирует банк. Все эти вещи согласуются. И здесь не нужно отвлечение персонала. То есть, вот на эту операцию, то есть, если приезжает инкассатор, ты готовишь документы, ты с ними пересчитываешь, ты смотришь, как это упаковано. С точки зрения АДМ, как только ты положил деньги, то есть, это уже как будто бы ты положил на расчетный счет, и все эти действия уже находятся в зоне ответственности банка. То есть, в общем-то, они приезжают, ты просто делаешь им доступ вот в это помещение, больше ничего делать не надо. — Я так поняла, что вы с АДМ, как специалист рынка, работаете довольно давно. А вот с точки зрения, как эксперта, скажите, как вот эта система меняется, какие функции добавляются, и что бы, может быть, еще бы такого хотелось добавить, чтобы это что-то могло и умело и делало? — Ну, как и любая технология, то есть, когда она только выходит, это ужасно дорого, потому что нет массового производства, то есть, нет массового использования. Как только начинается массовое масштабирование, то есть, ну, как бы первая задача, то есть, как бы ее удешевить. Ну, и такой, как бы, запрос есть всегда от бизнеса, то есть, как бы, классно, клево, удобно, но как сделать, чтобы это было дешево? И вот ребята над этим работают, и я, как бы, знаю, что они что-то придумывают и внутри совершенствуют, и это становится, как бы, ну, дешевле. А второе, то есть, вот, допустим, с чем я столкнулась, когда у нас маленькие офисы продаж, 40 метров, то места, куда разместить эту машину, обычно не хватает. И тебе нужно найти, там, где-то место под полкой, под каст или еще где-то. И вот мы с ними обсуждаем, как бы, вопрос размеров, то есть, как бы, чтобы это было компактно, но надежно. Вот, наверное, такие два изменения, то есть, дешевле и компактнее. И тоже, как эксперт уже в этом, какие советы можно дать коллегам, которые только задумываются о том, чтобы перейти вот на эту самую систему? Ну, не надо задумываться. Здесь, как бы, на самом деле, чаще всего удобство и простота использования очевидна. Конечно, коллегам не всегда удается защитить кейс внутри компании, то есть, вот с чем я сталкиваюсь, убедить, что это действительно выгодно. Поэтому там, наверное, правильно составленный кейс и учет всех составляющих этого, там, начиная от трудозатрат и заканчивая каких-то, ну, других вещей. То есть, правильно собранный кейс обычно показывает окупаемость этой темы и все. Спасибо большое, что вы нашли время для нас. Спасибо большое. Спасибо.